Приветствую вас! Давайте разберём ваши вопросы. Объясните пожалуйста, в чём может быть причина? Мой ещё раздражался, когда я ему звоню. Начинает орать в трубку, может приехать домой, устроить скандал, обозвать меня в ногу до головы, и это всё потому что я ему позвонила. Если вы думаете, что я ему надоедаю зонками, вы ошибаетесь. Я звоню ему от силы раз в неделю, сама, и то, если есть причина. К примеру, просил меня сделать документы. Позвонил ему один раз, когда привёлся вопрос по этим документам, так он стал орать, бросил трубку, потом позвонил и сказал, что если я не знаю как и что делать, просто не делай, но ни в коем случае не звонил. Он постоянно меня отзывает, называется у неё и вонючка, и так далее. Задумываюсь о том, что у человека расстроить своему парапсихиатру. Доставаться вопрос был, он каждый день говорит, что уходит от меня, но так говорит только уже полтора года. Почему такое поведение у него, неужели так можно раздражать человека, как я его? Ну понятно, что проблема здесь несколько глубже и не связана. Конечно, с тем, что вы ему позвонили, я думаю, что связано это скорее с некоторыми его переживаниями, и связано это скорее всего с некоторыми особенностями ваших отношений, вот. То есть это, как правило, либо какое-то напряжение, такое вот, ну достаточно серьезное напряжение, вот. Либо это некоторые внутренние конфликты человека. Вот. И соответственно, понятное дело, что здесь вот так вот, наверное, однозначно сказать прямо не получится. А причина, потому что вряд ли мы прямо таки можем эту причину, вряд ли мы эту причину прямо можем знать. Вот. В силу того, что нам нужен анализ, вот, анализ нужен для, ну, для исследования, вот. Соответственно, в том, что описываете вы, да, материала для анализа недостаточно. Ну, например, как бы, аспект в том, можно выделить, что полтора года назад он начал так говорить, вот. Значит, значит, соответственно, полтора года назад что-то произошло. Между вами что-то произошло, очевидно, да? Вот. Ну, я не знаю, насколько очевидно, но на мой, как бы, взгляд очевидно, что между вами что-то произошло. Вот. В следствии чего такая ситуация и начала возникать. То есть выглядит все так, что у человека есть какие-то переживания, которые вот... сублимируются, так скажем, в вот такую вот модель поведения по отношению к вам. Вот. Я ни в коем, ни в коем случае никого не оправдываю, вот, но просто хочу вот сказать, что смотреть, на мой взгляд, здесь нужно, ну, так скажем, несколько более глубже, да? Вот. Вот. В ситуацию, вот, несколько глубже смотреть. Вот. Что такое раздражение? Ну, вот, в целом, что такое раздражение? Это злость. Злость – это реакция на нарушение личной границы. Вот. Вот. Соответственно, можно в данном случае говорить о том, что муж как-то вот чувствует, что его личные границы нарушаются. Вот. Ну, и чувствует, что вот как-то вот ему есть вот какая-то угроза, что ли, в том, что вы вот ему звоните. Вот. Вот. Это, конечно, не значит, что он можно вести себя так, как он себя ведет, и это в какой-то степени игнорирование, а, ну, игнорирование проблемы, да, в какой-то степени. Вот. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, как мне кажется, проблематика здесь достаточно очевидна. Ну, по крайней мере, она очевидна для меня, в том смысле, что есть некие системные проблемы, есть некие табуированные, табуированные, так скажем, темы, вот, которые, ну, вы вот, по-видимому, не обсуждают, да, то есть есть вот некий элемент недоверия в данном случае. И, как мне кажется, как мне кажется, вот в первую очередь вам нужно обратить внимание на данные аспекты. Вот. Ну, вот. Аспробуем ситуацию разрешить, да? То есть, ну, значит, во-первых, прикинуть, есть ли у вас с вашим мужем сейчас что-то общее. То есть, есть ли какой-то потенциал в отношениях, да, да? Вот. Потому что как-то вот, ну, чувствуется вот некоторая непоследовательность в вашем поведении, самое, что вы говорите вот, что хотите уйти, да, но при этом тут же, тут же говорите про него, что он, вот, он что-то говорит, да, про уход, там, и так далее, но вот такое ощущение, что самостоятельно вы тут вот на себя ответственность не берете за вот ситуацию, да, не берете на себя ответственность за, ну, при, принятии решение какого-то. Вот. Хотя это было бы очень важно, это было бы очень полезно и нужно здесь. Вот. Обозначить свою позицию, свою позицию, свою точку зрения, да, свои границы, так скажем. Вот. Вот. Потому что в любом случае, ну, мне показалось, что вы находитесь, вот, ну, в какой-то степени вы находитесь, там, в созависимых отношениях, вот. А, потому что, ну, позволяете, вот, своему мужу, да, вот, так вот с вами обращаться, обрывать вас и так далее. Да-да? Вот. То есть, конечно, у, конечно, у человека могут быть проблемы. Ну, у нас, у всех могут быть, в общем и целом, проблемы. Это, ну, мы все, как бы, можем сталкиваться с какими-то, вот, трудностями, это нормально. Вот. Вот. Но, как бы, не, не обзываться, да, не, эм, унижать другого человека. Вот. Поэтому, то, что, вот, вы, эм, своему мужу, вот, можно сказать, эм, позволяете, эм, ну, вот, так вот с собой поступать, да, это уже, эм, проблематика в большей степени, наверное, ваша информация. Вот. Вот. И того, чтобы вы, вот, к человеку, эм, как-то привязан, ну, чересчур, возможно. Да? Вот. Что здесь? Боитесь, там, ну, принимать какие-то решения, да, и так далее. Вот. В целом, на мой взгляд, эм, эм, одна из причин, одна из, эм, причин, по которой, эм, ваш муж может так себя вести, это, как раз, эм, то, что он уверен, вот. Вот. Что вы никуда не ведете, да, что, что он уверен, что никуда об этом не денете, то, что он уверен, что, вы будете это все терпеть. Вот. Ну, вы, в общем-то, даете ему подтверждение, подтверждение, да, как бы, эм, ну, этого, да, вы, как бы, даете, вы подтверждаете ему, эм, своим, своим, эм, поведением, что, действительно, не уйдет никуда. Вот. И, соответственно, человек, как бы, ну, не чувствует, эм, границ. Вот. А, ну, поскольку, поскольку так было не всегда, то мне, эм, наиболее таким вот вероятным, эм, моментом кажется, эм, ну, какое-то происшествие в ваших отношениях. Ну, вот, мне наиболее, эм, вероятным развитием событий, кажется, эм, вот, ну, какие-то обиды, эм, может быть, эм, ну, у вас, между вами, какое-то, вот, недопонимание, эм, которое, эм, ну, могло, вот, произ, произойти, какое-то время назад. Эм, так вот, скажем. И, соответственно, это породило, вот, такую, конфликт, эм, ну, такую, эм, такая, конфликтную, эм, ситуацию, скажем, скажем так. Вот, вот, ну, чтобы, вот, чтобы, эм, предложил, допустим, эм, сделать я, да, я бы предложил, эм, в этом направлении поработать. Вот, я бы предложил, вот, поисследовать, какие-то свои реакции, да, я бы предложил, эм, посмотреть, эм, вот, ну, в целом, на то, эм, чего вы хотите, вот. Ну, чего вы хотите, там, от мужа, от, допустим, себя, да, там, и так далее. То есть, я бы, вот, эм, как-то бы, эм, больше в этом направлении смотрел, нежели, чем пытаться понять другого человека, потому что, другой человек, он, в принципе, эм, ну, вот, он, эм, сам может не очень понимать, эм, причины своего, такого поведения. Вот, это, к сожалению, эм, явления достаточно распространенного, часто, и, эм, в общем и целом, эм, в известной степени, эм, приводящая, так скажем, в эм, тупик, вот. Потому что, ну, что тут, что тут, что тут, что тут, что тут сделаешь, если, вот, эм, человек, вот, ну, не, ну, не знает, и, сам не отдает себе отчет, да, не отознает, о, призме, который он поступает, так или иначе. Вот мы опять же причины мало что дают, что это вот тоже нужно понимать, что редко, крайне редко, когда понимание, знание причин, реально помогает решить какие-то вот трудности. Понятно, что вы можете не верить, да, понятно, что вы можете считать по-другому, это полностью ваше право, но мне кажется, что так, такая вторая, вот, на этом я думаю, что можно мой ответ, в принципе, завершить. Надеюсь, что вам это было как минимум полезно, интересно, как максимум, вот, ну, какую-то пищу для... для размышления могло бы вам это дать, вот, это был бы супер. Если бы, вот, какую-то пищу для размышления, вы бы в этом для себя почерпнули. То есть основная цель заключается в том, чтобы не демонизировать вашего мужа, то есть, то есть, не винить его во всех вот проблемах, которые у вас есть, есть ли могут быть, но и в то же время не позволять ему обращаться с вами так, как вы считаете, для себя неприимлемо. Именно. Вот. Ну, потому что это предательство. Это предательство, так, получается. Если вы, собственно говоря, вот, предаёте себя, да, вот, если вы предаёте себя, то, ну, соответственно, у вас с большой долей вероятности, будет предавать людям, которые находятся вокруг вас, потому что вы таким образом людям транслируете, что, как с вами можно, например, ну, обращаться, да, как вам можно относиться и так далее. Ну, и как вы, я надеюсь, сами понимаете, да, что вот ничего хорошего из этого не получится. Как-то так. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Вот. Я вам буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать вот работу над собой, да, позволит вам, ну, как-то вот начать двигаться дальше. Вот. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулапов для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью вам, она, в смысле помощь, в любом случае, пригодится и, соответственно, не отчаивайтесь. Любую проблему можно решить, если есть желание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова